ну все мужики я пас как пас а еще же бутылочка холодненькая только из колодца вытащил не не нужно работать работать 7 часов вы тут занимаетесь я и так составил вам компанию мне тут нужно еще зерно забрать потому что там фиалка она скорее всего будет недовольна если я тут буду сидеть да и председателю кто-нибудь настучит какой председатель тоже это же акционерное общество тарасова бывший совхоз ну вот реально акционерное общество а традиции такие как вот реально в бывшем совхозе каком-нибудь мы с вами находимся как вы поняли уже на карте тарасова и мы сейчас посмотрим где что здесь находится также посмотрим на технику которая есть короче говорят на все посмотрим вот ну а на местных сторожилов мы с вами уже посмотрели занятные такие персонажи я тут вообще в утра вышел из дому пока туда-сюда как говорится пока посмотрел где что да когда людей вспомнил позаглядывал они уже сидели они уже сидели говорят ты подскакивай давай работа это конечно классно вот но если не заправишься с утра то какая работа в течение дня но по моему тут наоборот немножко если с утра подзаправился хорошенько то уже никакая работа тебе не нужно в общем у нас смотрите у нас есть множество полей вот такая вот у нас ферма да оао тарасова все поля в нашей собственности мы видим что они такие неправильной формы протекает река большое озеро здесь есть и по некоторым из этих объектов мы с вами проедемся это стандартные здесь вы видите стандартные у нас культуры плюс ко всему же есть свиньи овцы куры и коровы но тоже вроде бы как все стандартно погнали погнали выгружать и смотреть где что некоторые поля уже засеяны некоторые поля собраны но в общем то работы здесь много как всегда вот можно продавать соломку мы можем с вами также продавать так закрываю дверь можем продавать навоз ну и естественно что работать со всеми стандартными здесь зерновыми со всеми стандартными операциями по покупке продажи покупаем коров покупаем свиней продаем возим вывозим это все на продажу но сейчас будем проезжать и посмотрим а это у нас заправка вот такая вот да тут старая техника валяется заправка и плюс вон она и плюс по моему тут у нас овечник да судя по вот этой конке да но по идее не должно быть тут овечника никакого вот скорее всего это это у нас тут что-то типа склада старого и какой-то сумасшедший агрегат даже не представляю что это такое без понятия так побежали а напротив находится склад склад где мы выгружаем с вами зерно но это так называемый ток то куда все привозим и здесь весовая здесь же и загрузка потом вот такая вот тоже интересная конструкция я так понимаю что вот это сушится сушка для зерна которая потом поступает в бункеры и соответственно потом я думаю что он туда да она попадает вот здесь же и загружаем тоже такое все колоритное как по мне старая да кстати мы можем давайте сразу в гараж посмотрим вот эти кроме лизарда вот эта техника дается нам сразу и на счету 25 тысяч я только что немножко там поторговал немного получил денег и купил вот этот лизарда того чтобы по карте мы с вами поездили вот а изначально у нас белорус вот такой вот комбайн зеленого цвета что такое плуг т-150 прицеп к нему а тюковщик и для соломы вот это изначально уже есть на карте все это есть в архиве вы распаковаете карту и технику и получаете все не нужно сразу где-то что-то искать на каких-то сайтах да все по моему очень удобно так поехали поехали как-то нужно быстро проехать мимо мужиков чтобы чтобы снова там чего-нибудь они не придумали они там уже говорили ну по крайней мере сидорич горит ты это вечерком там завези мне прицепчик да какой прицепчик сидорич уже не те времена но что ты в самом деле сейчас все посчитано и пускай техника еще старая но компьютеру председателя оао нашего уже есть и он знает сколько бункеров выгрузили куда все это отвезено это ж не те времена реально раньше можно было бы и раньше так оно и делалось завезли куда-то вечером смотришь снуют эти машины мужики снуют машины мимо тока проезжают вот сейчас тут хоть ночью хоть днем хоть когда смотрите здесь продажа коров да то есть если мы сюда подъезжаем с прицепчиком мы смело можем покупать их и не платить по 200 евро за то что нам перевезут неказистый такой вот тут домик ну я бы даже сказал что это не знаю скорее всего это типа такой вот конторы за год конторы в которой собственно скот продается да тут скорее всего никто не живет поехали вот сельцо я так проехался по нему такое довольно таки старая хотя есть и новые дома смотрите да относительно аккуратная не очень грязная вот даже кое-где здесь есть асфальтированные дороги да естественно что множество заброшенных здания вот таких вот какие-то там поля заброшены бурьяном все поросло но это же это же село так оно и должно быть у этой копны продаем соломку там он карьер для песка но я не знаю по моему тут пока что это бутафория потому что в папке с архивом этой карты и техники были картинки где что покупается где что продается то есть вы сразу можете посмотреть и не путаться потом и вот это вот карьера там не было да это у нас как обычно легенда такая да вот в любом карьере обязательно где-нибудь затопленная техника вот а тут даже мужик сидит смотрите вылезать чё ты чё сидишь замер там или воду набирает то ли песок набирает а здесь здесь полностью затопило рыли рыли нарыли но теперь можно форель сюда запускать поехали выезжаем уже за село это я тут перенделя выписывал на новом автомобиле от радости что он 90 километров ездит после того как поездишь на т-150 со скоростью 30 на непривычно на этом пикапе ездить одна единица буржуйской техники из сей которая здесь есть вот но тут особо спешить наверное и не приходится сельская такая размеренная жизнь ездите вывозите убираете покупайте коров покупаете свиней кормите это все вывозите на продажу вывозите солому то же самое на продажу ну так так она есть не никакой этой спешки городской которой мы с вами привыкли что нужно успеть в 20 мест за один день и еще вечером в ресторан сгонять успеть вот с утреца выпили закусили и заработал вот такой вот у нас элеватор здесь же поезд который по идее должен это все вывозить давайте подадим пока она тут продается посмотрим по территории походим снова какие-то вагоны валяются что-то там пинап этот до совковый вперед пинап реально пинап вот ну и поезд понятное дело что ездит это ничего но как да ага вот это вагон такую это оказывается такой вагон мы с моей с вами видели исключительно для перевозки зерна я не дочитал вот здесь вот на разных языках написано ага занятно интересный вот такой привычный вроде бы какая-то какие-то такие странные вагоны вот но отсюда уже потом она сама перегружается и куда-то уезжает нам это в общем-то все равно мы свои деньги получили и поехали вот здесь же и другие точки выгрузки видим там зерновые здесь картофель и свекла в общем то очень удобно все в одном месте круто круто большие такие заезды сарае приехал продал и поехал и снова таки завтра можно с утреца встречаться с евсеичем сидоричем и всякие интересные дела обговаривать сельские и снова за работу да тогда и работать веселее вот я абсолютно ни к чему вас не призываю и это не реклама кока-колы вот что мне также понравилось в этой карте ландшафт не прямой как стол такой вот да а в общем то интересный занятный а и задники задники как я понимаю вот эти вот они немножко так непривычно смотрятся но я так понимаю что это реальное село реальное село тарасова или что-то такое но скорее всего так оно есть да вот сфотографировано и здесь выложено интересно чем лесами какими-то все это заканчивается да мы видим с вами что там село которое живет так давайте дальше перескакиваем следующим следующей точкой остановки у нас будет ферма для коров вот и еще один вид транспорта это у нас беларусь 821 и культиватор к нему это все наше изначально довольно таки быстрый такие старые фермы здесь же смотрите да молоко хранится вот но она вроде бы как продается в автомате по крайней мере в описании карты ничего такого не было написано сфотографировано куда что вывозить здесь для силоса но это естественно было бы странно если бы этого не было о кстати смотрите открываются какие виды да отсюда на все почти на все село здесь бы дом председателю построить какой нибудь вот воду мы набираем у озера у пруда там есть специальное место для набора а здесь набираем навоз жидкий вот в этом полу разрушенном или я не знаю как это сказать полу построенном или недоразрушенном вот короче говоря сюда подъезжаем с бочкой все это насыпаем наливаем и дальше вывозим на поля вот соответственно если коров купить вот тут вот они ходят мы туда заезжаем насыпаем в кормушки тоже все вроде бы как нормально сделано вот и я заметил что вот видите да иногда встречаются столбы на полях с коллизиями все здесь с коллизиями то есть проехать сквозь столб не получится может где-то какой там есть но те которые я встречал там к сожалению проехать просто так нельзя сквозь них поэтому нужно иметь в виду нужно костиков федоров и так далее всех предупреждать вот запрягся сел на трактор покормил свиней как там песня поется да и погнал взять пахать молотики очмень сейчас будем и будет у нас долгий долгий рабочий день песня уже я не знаю сколько лет десять но такая актуальная довольно таки конечно тут нужно и получше технику но это все самое главное это все будет самое главное что есть чего начинать и что мне понравилось что ничего не нужно искать все сразу уже в одной папке распаковали самое главное распаковать эту папку вытащить оттуда все и вот меня часто спрашивают а как установить мод папки mods там где у вас установлена вернее мои документы фермер симулятор папка mods туда распаковываете все получаете поэтому и так почти все знают да ну иногда встречаются такие вопросы так погнали дальше хотел я вам показать да и сам посмотреть довольно таки занятная техника дон 1500 b нестандартная немножко цвет интересный нестандартный и смотрите фиолетовые тут некоторые движущиеся части шестерни фиолетовые ролики еще и руль фиолетовой не иначе как фиолка здесь работала с карты мараване агро мараване вот она под свой цвет все тут выкрасила поле находится вы видите да рядом с тракторной бригадой рядом с со складом поле находится вы видите да рядом с тракторной бригадой в общем то тут реально все интересно все более менее компактно но в то же время нельзя сказать что карта очень маленькая здесь есть где разгуляться и тут у нас свиньи по моему да да здесь у нас свиньи и значок коров пока здесь пусто паутина по углам но эта ферма ждет ваших рабочих рук и ваших знаний свиньи будут тут бегать хрюкать отсюда вы будете вывозить и продавать поехали еще съездим посмотрим на забор воды где она примерно это все потому что животным же как известно вода требуется и она есть не знаю правда про платная на или нет но в общем то с теми двадцатью пятью тысячами которые изначально есть я думаю что это не проблема набрать воды так по моему я проехал да вот она вот она это место естественно берется из пруда из пруда здесь подъезжаем набираем отвозим тому кому нужно а по поводу вот если видите да вот эти вот кормушки но по моему еще этого нету здесь рыбы по моему нет иначе в архиве был бы этот рыбный фургон для загрузки рыбы и для продажи какой-то сарайчик тоже закинутый так карта давайте еще посмотрим на карту магазин до значки здесь с ним немножко не совпадают вот значок магазина стоит посреди поля на самом деле та техника которую мы покупаем мужики продолжайте в том же духе вот та техника которую мы покупаем появляется вот здесь на тракторной бригаде совхоз тарасова вот тут вот прямо вот где это продается техника если вы хотите продать но это нужно будет это нужно искать и еще это тоже наши и там стюковщик ну и собственно говоря все больше здесь такого особого смотреть нечего потому что мы все с вами видели где заправляться где единственное что мы не увидели где брать удобрения но удобрения по моему тут есть картинка где брать удобрения и в общем то там все понятно там стоит такой отдельно стоящее здание не то и у этого здания нужно подъехать и и набрать давайте мы проедемся еще к он этом увидел какое-то здание здание непонятно я там сам конце что это такое скорее всего какая-то может быть декорация ага все вот все увидел на карте вот у нас смотрите вон где-то там у нас удобрения погнали погнали сейчас проверим ворота без коллизии прекрасно да вот это вот удобрения здесь их мы с вами набираем химические и полей смотрите полей множество вот то что их не нужно покупать с одной стороны плюс с другой может быть и минус но таким образом вы скорее насобираете на какую-то хорошую технику да или наоборот расширите парк своей техники как можно больше потому что земля у нас пока что не продается вот поэтому может быть это все и правильно сделано что вся вся земля уже в аренде да арендуется слава веки веков аминь аминь и вот она да это вся техника которая осталась тех времен странно что еще не растащили на металлолом а а какие тут поля вы только посмотрите какие тут подсолнухи да ну это какой-то сарай да сарай в котором можно что-то хранить при большом желании если бы механика игры позволяла скажем рулоном соломы гнить если они где-то складированы на улице то тогда да тогда можно было бы в этих сараях хранить ну а так можно бросить хоть в воду да им все равно этим рулоном будет да и сено точно так же ничего с ним не случится ну и вот оно вот оно мы по периметру с вами проехали посмотрели да реально поезд отсюда никуда не ездит это у нас мы с вами как там два пишем один в уме вот так и здесь мы держим в уме что поезд есть туда грузят и ночами вывозят это все вот такая вот не очень большая карта тарасова тарасова но тем не менее она небольшая но в ней есть все для того чтобы успешно и интересно провести несколько десятков часов я на этом буду с вами прощаться всем спасибо за внимание всем удачи и пока